Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». В гостях у меня сегодня Илья Царёв, врач-акушер-гинеколог Центра медицинских услуг «Ваш врач». Илья, здравствуйте. Добрый день. В наше время много медицинских центров. Вот что греха таить, выбрать можно, наверное, любой желающий найдет себе на вкус и цвет. Весь вопрос только в том, что выбирать надо не центра, а конкретного врача. Потому что ответственность за вас несет конкретный врач, потому что у него он назначает схему обследования, схему лечения. И именно результат в основном зависит от его опыта, знаний и умений. В этой связи можно сказать, что у нас социалистов работает не так много. И название отсюда нашего центра исходит. «Ваш врач». То есть конкретный доктор занимается конкретной проблемой. Поэтому я думаю, что в этом контексте это звучит очень даже неплохо. То есть это ваш врач, да, это мой врач. В контексте звучит хорошо. Но для того, чтобы узнать, что вы нашли своего врача, для начала с ним надо как-то познакомиться. Конечно, сейчас очень развиты интернет-ресурсы, отзывы. Но на практике мы видим, что основные отзывы – это отзывы наших пациентов. То есть передаются они из уста. Это так называемое сарафанное радио. И оно ничего лучше не было придумано. То есть это действительно, когда ты узнаешь от каких-то знакомых, близких, которые тебе могут советовать. Нас рекомендуют, нас советуют своим друзьям. Поэтому мы стараемся держать марку и работать на улучшение нашего имиджа. Илья, давайте поговорим конкретно о вас. Врач, гинеколог, мужчина. Многих это до сих пор пугает. Да, но здесь можно придумать, даже не придумать, а процитировать такую расхожую истину. То есть чем отличается, скажем, мужчина-гинеколог от женщины-гинеколога. Мужчина-гинеколог искренне любит женщину. Поэтому мои коллеги старшие, вы их наверняка тоже знаете, и Александр Львович Миров. То есть никто не скажет об этих врачах плохо. Тем более многие мои коллеги работают в роддомах, тоже мужчины. И женщины по отзывам о мужчинах-акушерах отзываются даже лучше, чем о женщинах. А сколько лет вы в этой профессии? Насколько сложно? В этой профессии я уже 10 лет. Не скажу, что эту профессию я выбрал вот прям с 10-го или 11-го класса или с поступлением. Потому что такие вопросы на приеме тоже возникают. Потому что некоторый психологический барьер между мной и пациентками бывает. Потому что они привыкли к тому, что доктор-гинеколог – это в основном женщина. И приходится некоторое время перебарывать этот негатив. Но потом все оказывается намного проще и даже удобнее. То есть и некоторые вещи даже женщины гораздо удобнее открывают мужчине, нежели коллегам по полу, скажем так. А вот за 10 лет, тем не менее, как-то изменилась позиция женщин по отношению к мужчинам-кинекологам? Не уверен, что она изменилась в какую-то худшую сторону. Сейчас больше выбирают именно по результату. То есть не важно кто, важен результат. И, естественно, вторым моментом идет, конечно, отношение. И это основное, наверное, преимущество частных клиник, где вы можете получить действительно хорошее отношение. Но, правда, за это приходится иногда платить. Ну, я так понимаю, платим мы и за хорошее отношение. В принципе, платим, наверное, еще и за то, чтобы не стоять в очередях, не брать талончики. Совершенно верно. Отличительной особенностью нашего центра является то, что мы работаем без записи. То есть, например, к акушеру-гинекологу или провести утроизыковое исследование можете без записи. Да, и некоторых это не очень устраивает. Почему? Потому что, как же так, мы платим деньги, приходится сидеть в очереди. Но если вы посмотрите на статистику или на отзывы тех же пациентов, не очень редко получается, что если вы приходите по записи, вы в тот же минуту, в тот же час попадаете на прием. Все равно какие-то нюансы. То есть, 12-20 минут надо будет посидеть. Почему? Потому что время всегда относительно. И оно очень по-разному тянется в кабинете врача и перед его дверью. Там он летит просто молниеносно. Ты не успеваешь ни о чем рассказать о том, что его беспокоят, о своих внутренних переживаниях. Рассказать о соседке, которая вас мучает, или сосед, который стучит перфоратором с утра. А у вас головные боли из-за этого. То есть, нужно сконцентрироваться. Когда ты посидел перед кабинетом где-то 3 часа, ты уже забыл, зачем ты пришел, и тебя уже переполняет гнев, потому что ты не можешь попасть на прием. Ну, а если брать прием по записи, опять же, да, у вас болит сегодня, сейчас. Вы сейчас хотите получить помощь. А вам предлагают запись через 2-3 дня. Да, если это какая-то хроническая болезнь, о которой вы знаете давно, да, это не вопрос, это может подождать. Но если болит сейчас, да, то альтернативы нет. То есть, можно прийти вот именно в какой-то момент, да, просто какое-то время подождать, да, и вас поминут. Да. То есть, без приема врача вы не останетесь в любом случае. Ну, ни для кого не секрет, что здоровье – это как бы важно, женское здоровье тоже важно. А какие, вот, например, основные проблемы решаются? Толщные решаются женщины? Мы решаем широкий спектр женских проблем, да, связанных именно с женским здоровьем. Основная, наверное, на сегодняшний день слободневная тема – это бесплодие. Здесь, скажем, очень много составляющих, причем немаловажную вещь составляет и социальные факторы. Именно то, что, скажем, репродуктивный период на сегодняшний момент откладывается на более поздний срок. То есть, женщина хочет осуществить свою социальную функцию, она хочет устроиться на работу, она хочет проявить себя как человек, как талантливый организатор, менеджер, чаще всего это бывает, да, либо какой-то руководитель, и уже потом задумывается о своем будущем в плане материнства. Но неприятность в этом плане заключается в том, что здесь мы вступаем в спор с матушкой природы, в том плане, что в этом аспекте время ограничено, да, у женщин, к сожалению. Или, к счастью, мы не можем, да, это не от нас зависит. Поэтому мое пожелание, как практикующего акушер-гинеколога, не откладывать свой репродуктивный период на следующие десятилетия, например, да, то, что чаще всего случается в наше время, да, то есть он должен где-то в третьем десятилетии в нашей жизни все-таки случиться. Почему? Потому что с возрастом мы с вами не становимся здоровее, да, умнее, да. Это тоже раскладывает свой отпечаток, да, и многие комплексы, которые уже носят психологический, психиатрический оттенок, да, наслаиваются на наше сознание, да, мы уже не можем позволить себе беременность, у нас уже сформировались определенные стереотипы, нам нужно иметь релье, нам нужно думать о питании, нам нужно думать, где у нас детский сад, где у нас ближайшая детская больница, то есть нам нужна инфраструктура, да, если брать и юношеский период, да, об этом как-то не думаешь, живешь больше чувства, да, поэтому здесь какая-то золотая середина, вот именно конец второго десятилетия жизни, да, вот я думаю, что это оптимальный срок, не позднее 25 лет, ну, 30, да, вот оптимальный возраст для планирования беременности. Вот, кстати, вы как мужчина, как врач, на своих клиентах как-то когда-то влияли, вот она говорит, ну, не хочу, да, а вы говорите, пора. Чаще всего это касается процедуры прерывания беременности, да, то есть когда женщин, вопреки сложившемуся общественному мнению, что, да, все вот специалисты данные именно профессии, именно акушер-гинеколога, да, и заинтересованы в этом, а отнюдь нет. То есть вот прерывание беременности никогда не отказывается без последствий, поэтому лучше предупредить, чем потом, скажем, лечить очень долго, большое количество проблем, связанных с этим вмешательством. Поэтому любой врач, в том числе акушер-гинеколог, он просто радует за то, что поставить. Иногда это у меня получается. Потом как-то прослеживаете? Естественно, да, и потом уже мне говорят спасибо, что вы на это говорили, да, и показывают, даже детей приходят уже с детьми, да, с одной стороны это радует, с другой стороны как-то пугает, потому что я уже понимаю, что я уже давно не молод, вот, то есть уже вижу, скажем, дело рук своих, да, или слов своих. Ну вот смотрите, между тем, как вообще медицина, вот она шагнула вперед за последнее время, даже в том плане, что, да, вот в плане детей завести в более позднем возрасте. Да, опять же здесь есть плюсы и минусы. То есть на сегодняшний день проблем с зачателем, как таковым, да, нет. То есть много появилось технологий, репродуктивные технологии, вспомогательные, репродуктивные технологии, да, но слухово у всех, процентура экстракорпорального оплодотворения, да, вот, все это хорошо. Далее, опять же, говорят, а если мне не получится родить? Да, обязательно есть спектр, опять же, оперативных вмешательств, при котором, да, ну, от женщины требуется минимальное участие. Основной проблемой современного кушерства, конечно, составляет вот этот маленький период, 9 месяцев. Что это за период? Именно период вынашивания. Почему? Потому что, да, как бы нам ни говорили о том, что существуют перинатальные центры, существуют специальные аппаратуры, киевезы и так далее и тому подобное, но лучшего инкубатора для ребеночка, чем чрева матери, не существует. И вряд ли это в ближайшее время будет создано. Поэтому не надо надеяться только науку, да, санаги не плашает. Это правильно. Да, то есть ваше здоровье в ваших руках. То есть здесь бы надо поговорить и о профилактике всех этих состояний, да, как говорил Николай Иванович Пирогов, будущее замедиценно-профилактическое. Поэтому чем потом лечить последствия, лучше их предотвратить. И это, наверное, хорошо звучит в контексте того, что я сказал немножко выше, да, то есть не откладывайте свой репродуктивный период. То есть большего счастья для женщины, чем счастья материнства, я думаю, вряд ли существует. У вас в самого, кстати, есть дети? Да, и отец для детей. Здорово. Спасибо. Вот смотрите, а у нас лето надвигается, да, практически вот уже наступает нам на пятки. А какие-то вот конкретные летние проблемы бывают у женщин? Летние проблемы могут быть только связаны с чем? Прекрасное время года, тем более сейчас, да, ну, к сожалению, заканчивается весна, тоже половодие чувств. Вот важно, чтобы это половодие чувств у вас не захлоснуло в такой степени, не утопило вас, да, потому что здесь мы кидаемся на всякие, да, в порыве. Но надо быть аккуратным, да. Мы же в 21 веке живем. То есть информация открытая, пожалуйста, есть множество источников. Однако здесь важно упомянуть, что не надо уповать только на интернет, да, то есть всегда надо получить консультацию конкретного специалиста, конкретного врача, потому что это живой человек, вы можете у него спросить, вы можете на него даже, ну, скажем, поругаться или хотя бы выяснить какие-то вещи в интернете, вы не получите никогда ответной реакции, вы не знаете, кто там скрывается, да, то есть за ником, за количеством лайков, за количеством просмотров никогда не видно живого человека. Поэтому, возвращаясь к теме контрацепции, да, многие женщины, к сожалению, да, хотя методик масса, множество методов, все они хорошо доступны, здесь надо оговориться о том, что в отличие от стран Восточной и Западной Европы, и североамериканского, да, побережья, не нужны рецепты на эти препараты. С одной стороны, это тоже хорошо, с другой – плохо. Но в чём смысл? Вы можете легко и доступно их получить и пользоваться этими вещами. Единственное, что эти вещи вы должны согласовывать именно с доктором, а не, как часто, к сожалению, бывает, по совету мамы, подруги, тёти, сестры. То есть никогда нельзя принимать лекарства по аналогии, в том числе и препараты акушерско-гинекологического ряда, но на практике мы получаем обратное. К сожалению, отсюда большое количество облачных эффектов, отрицательное отношение к данному виду контрацепции, если мы говорим о гормональной контрацепции. Отсюда же большое количество нежелательной беременности. Кстати говоря, вот как часто надо обращаться к врачу для профилактики, например, да? Ну, грубо говоря, у нас люди любят, не болит, как бы болит, сам отвалится, да? Да, то есть когда заболит, тогда приду. Да, да. Поэтому законно предписано, что желательно, да, женщина любая полувозрелая должна обращаться к кушер-гинекологу не менее одного раза в год. В это обследование входят простые процедуры. Это два мазочка, УЗИ, и женщинам старше 30 лет еще показано маммография или УЗИ молочных желез, потому что здесь тоже риски заболеваний данной сферы увеличиваются. Процедура недолгая, практически безболезненная, поэтому найдите время, придите к врачу, сделайте это, да, и спокойно отдыхайте. Потому что очень часто у нас приходят пациентки, которые пришли либо уже на начальной стадии заболевания, либо уже на поздней стадии заболевания. И еще очень часто бывает так, что толчком или поводом или побуждением к приходу к врачу является болезнь родственника или каких-то знакомых, или коллег. На своей практике он часто это видел, то есть перепуганные глаза, повышенное давление, что у нас на работе случилась неприятность, и мы все, узнав про это, решили тоже провериться. Вот так быть не должно, да, то есть это должно быть добровольно, и вы должны прийти с положительными настроениями, да, а не напуганные в страхе, потому что этот стресс тоже не очень хорошо влияет на наше здоровье. Какие-нибудь еще вот вкратце рекомендации женщины? Рекомендации. Маленькая рекомендация, касающаяся образа жизни и, наверное, питания и занятия фитнесом, да, это тоже модная тема сегодня, да, я не видел ни одной женщины, которая, да, следит за собой, не посещала бы фитнес-зал. Это все хорошо. Вам повезло. Ну, я имею в виду молодых женщин, да, живущих в современном темпе, о чем немножко тоже сегодня, да, с вами затронули. Физическая культура всегда хорошо, спорт – это плохо. Надо понимать, что основное предназначение женщины, если в биологическом смысле врачи, это все-таки репродуктивная функция и продолжение рода, а не поднятие тяжести и бег на 100 метров на рекордное время. Поэтому физической культурой всегда хорошо, да, адекватные физические нагрузки в регулярном режиме, под контролем врача, либо тренера, да, сертифицированного, который может адекватно оценить ваше состояние и соизмерить ваши способности с вашими возможностями. Да, это всегда хорошо. Излишние нагрузки могут приводить к изменениям в организме зачастую необратимым, да, который потом трудно будет очень восстанавливать, в том числе придется это делать комплексно, а не только акушерам-гинекологам. Поэтому вот в таком ключе, наверное, надо будет думать об этом. В общем, беречь себя, не перенапрягаться и вовремя ходить к врачу. Да. Спасибо вам огромное. Нашим телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Илья Царёв, врач-акушер-гинеколог Центра медицинских услуг вашего врача. Это была программа «Городские встречи». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова